Здравствуйте, меня зовут Савелев Павел Игоревич, являюсь ринохирургом СМ-клиники. Провожу операции, веду прием в СМ-клинике на улице Ярославской. Сегодня хочу рассказать про новейшую технологию лечения и искривления носовой перегородки. Это эндоскопическая септопластика. Достаточно новая технология, мы ее используем несколько лет, позволяет минимально травмировать полость носа, травмировать слизистую оболочку и сделать качественную операцию в достаточно быстрые сроки с малой реабилитацией. Показания для оперативного лечения несколько. Во-первых, это затруднения носового дыхания, как в ночное время, так и в течение дня. Частые гаймориты, частые простудные заболевания, привыкания к сосудосуживающим каплям. В случае неэффективности консервативной терапии мы можем предложить септопластику, а именно ее эндоскопический вариант. Эндоскопическая септопластика выполняется под общим наркозом, под общей анестезией. Эндоскопическая септопластика проводится в нашем стационаре. Пациент находится в стационаре одну ночь, достаточно малоинвазивная процедура, не требующая длительной реабилитации. Эндоскопическая септопластика производится на высококачественном оборудовании. В нашем случае это эндоскопическая стойка компании Olympus японского производителя, а также немецкие эндоскопы компании Carl Storz. Эндоскопическая септопластика позволяет минимально травмировать слизистую оболочку, искривленный участок перегородки носа. В конце операции в нос устанавливаются тампоны, тампоны американских и немецких производителей Spiegel, Miracel. Также применяем дышащие тампоны, сплинты. Пациент остается на самостоятельном дыхании первую ночь, пока эти тампоны или сплинты установлены. Это позволяет снизить продолжительность реабилитации, восстановление достаточно быстрое, самостоятельное дыхание на следующий день или через один-два дня. Трудоспособность таких пациентов восстановлена практически полностью. После выписки пациент может приступать к работе практически на следующий день. Хотел бы отметить важный момент. Мы наблюдаем своих пациентов и после операции, то есть не отпускаем их, соответственно, на волю без контроля. В течение полутора-двух недель требуется прием специалиста для контроля лечения, для туалета носа, чистки носа. По завершению восстановительного этапа проводим фотофиксацию эндоскопами полости носа. Соответственно, пациент видит, как все произведено, как все после операции выглядит. Многие пациенты спрашивают, как мы можем изменить участок носа, не прибегая к сложным травмирующим механизмам. Мы можем это сделать с помощью эндоскопов, с помощью специальных микроинструментов. Иногда мы пользуемся микроскопом операционным и можем выполнять под микроскопом контроль качества проведения операции, каких-то минимальных изменений. Также во время эндоскопической септопластики мы можем реимплантировать хрящ после его исправления, то есть прямую пластину хряща перегородки носа обратно под слизистую оболочку. Это позволяет не получать дефекты тканей перегородки носа и, собственно, сохранять вашу родную естественную ткань только уже в здоровом нормальном состоянии. Кроме того, современные технологии, эндоскопический метод позволяет проводить эндоскопическую ринохирургию придаточных пазух носа. Мы можем совмещать эндоскопическую септопластику и эндоскопическую хирургию придаточных пазух. Например, эндоскопическая гайморотомия, удаление инородных тел пазух, удаление новообразований, таких как кисты или полипы. Это тоже достаточно малоинвазивная манипуляция, проводится под контролем эндоскопов, микроскопов, позволяет выполнять манипуляцию практически бескровно, с минимальными повреждениями. Уважаемые пациенты, всегда рады видеть вас на лечение в нашей клинике. Поможем, расскажем и вылечим. Всего доброго!